Привет, народ! Сегодня у нас возвращение к истокам. В этом юбилейном 20-м выпуске мы будем делать то же самое, что я делал в своем дебютном видео на YouTube. 8 лет назад я и Витя Карасев в шоу «Пока все играют» из говна и палок собирали дампер – устройство для чтения картеджей от Dendy и Famicom. Если кто не видел, я оставлю ссылку. Тогда я еще был юным и худым. А первый дампер был на микроконтроллере от Mega64. С тех пор он претерпел очень много итераций. Я даже не смогу сказать, сколько всего было ревизий, хотя некоторые из них весьма незначительно отличались. И вот пришло время переродиться этому проекту. Приступим! Напомню, как вообще работает дампер. По сути, это устройство, которое имитирует шину Famicom. Ну, или Dendy по-нашему. Точнее, там целых две шины. На одной работает сам процессор, а на второй – видеочип. Картридж, по сути, становится частью общей с консолью системы. Это что-то вроде неперезаписываемой оперативки, в которую уже загружена игра. При этом на шине могут быть и другие устройства, и дополнительные микросхемы в картридже. Об этом тоже уже много раз рассказывалось. Записывать в картридже такой дампер тоже может. Но только в том случае, если в картридже стоит перезаписываемая память, и возможность записи через шину предусмотрена разработчиком. Так что же мне захотелось поменять в дампере? Ну, во-первых, перенести его на микроконтроллер STM32. В первую очередь, ради прокачки своего опыта. Ведь даже когда делаешь какую-то абсолютную фигню, это всё равно даёт тебе опыт. В частности, хотелось освоить технологию FSMC. Во-вторых, хотелось бы, чтобы дампер работал побыстрее. Ведь в наше время существуют просто гигантские картриджи по сравнению с тем, что было в 90-е. Например, мой же собственный картридж на 128 МБ на старом дампере мог записываться до 3 часов. Такая медленная скорость обусловлена тем, что в старом дампере использовалась микросхема FT-232, которая, по сути, является просто переходником между USB и UART. А UART достаточно медленный протокол. К тому же он асинхронный, что приводит к тому, что данные бьются при малейшем отклонении от нужной частоты. В-третьих, хочется получить стабильное тактирование линии M.2. Дело в том, что у Famicom на процессорной шине есть линия с основным тактом процессора. Ну, куда же без неё. На этой линии процессор выставляет высокий уровень каждый раз, когда он обращается к чему-либо на шине. И делает он это постоянно, так как не переставая либо читает код, либо просто обращается к памяти. И многие картриджи полагаются на этот сигнал для определения факта нажатия на кнопку RESET. Дело в том, что когда мы нажимаем на RESET на консоли, на линии M.2 тактовый сигнал исчезает. Точнее, линия даже переходит в Z-состояние. Это и используют картриджи для определения сброса. Особенно это актуально для картриджей, в которых несколько игр, и они переключаются именно RESET. Помните такие? Обычно в них используется простенькая схема из резистора, конденсатора и диода. Когда на линии M.2 есть импульсы, конденсатор заряжается через диод. Когда импульсы пропадают, он постепенно разряжается через резистор. И обычно это триггер-есчётчик, который переключает картридж на супербанк с другой игрой. Вот на старом дампере у меня не было генерации постоянных импульсов на линии M.2. И такие картриджи дампились некорректно. А именно, один байт читался из одной игры, а следующий уже из другой. Ведь картридж думал, что нажали на RESET. Есть ещё картриджи, которые при нажатии на RESET сбрасываются в исходное состояние. Например, переключаются на банк памяти с меню для выбора игр. В общем, на линии M.2 нужно постоянно генерировать сигнал с частотой в 1,79 МГц. И это было бы просто, если бы этот сигнал не нужно было синхронизировать с операциями чтения и записи. То есть M.2 вот молотит постоянные такты. И если мы хотим что-то прочитать, то именно в момент низкого уровня мы должны выставить адрес и направление данных. А в момент высокого уровня уже их прочитать. Записи уже всё ещё строже. Вот тут я и начал смотреть в сторону микроконтроллеров STM32 с технологией FSMC. Flexible Static Memory Controller. Эта функция позволяет подключать к микроконтроллеру внешнюю память. Обычно так подключают оперативку или флэш-память. Ну, так то нормальные люди. Почему бы в качестве внешней памяти не подключить так контейдж для Famicom? Нужно только выбрать микроконтроллер с полноценным параллельным доступом к памяти, без мультиплексирования. Для этого нам понадобится достаточно крутая STM-ка с кучей ног. Я выбрал STM32F103Z. У него аж 144 ноги, 512 кБ флэш-памяти, 64 кБ оперативки, USB само собой, ну и полноценный FSMC контроллер, к которому можно сразу подключить аж 4 микросхемы внешней памяти. Нам нужно подключить две шины. Основного процессора и видеочипа. Подключить их можно хоть и 4, но все они разделяют общие линии данных и адреса. И это совершенно не проблема, ведь в каждый момент времени мы можем обращаться только к чему-то одному. Линии, указывающие на тип операции, чтения или записи, тоже для всех шин общие. Разные только enable-линии, с помощью которых микроконтроллер и указывает, в какой из микросхем он обращается. Однако при сопряжении этого контроллера и контриджа возникает несколько несовместимостей. На процессорной шине вместо 15-й адресной линии используется сигнал ROM-SEO, который является результатом операции NAND между этой адресной линией и сигналом M2. Соответственно, нам в схеме нужна аналогичная логика, чтобы этот сигнал имитировать. На шине видеочипа у картриджа есть вывод, на который должно подаваться логическое отрицание 13-й адресной линии. Для этого тоже нужна логика. Помимо этого, не стоит забывать про вечную проблему сопряжения 5-ти вольтовых линий у древней техники и 3-х вольтовых у современной. Для этого нужно поставить специальные микросхемы шифтеры уровней. И этими микросхемами тоже надо управлять. Ведь данные могут идти как в картридж, так и из картриджа. За выбор направления у них отвечает одна из ног. И на эти выводы надо подавать соответствующий сигнал при чтении и записи. Но и не стоит забывать, что в каждый момент времени можно активировать шифтер только одной из шин. Иначе возникнет конфликт с шин. Для управления этим тоже нужна логика. Ну и о самом сложном я уже говорил. На процессорной шине операции чтения и записи нужно синхронизировать с тактовым сигналом M2. Сам тактовый сигнал можно элементарно генерировать через шин. А вот для синхронизации опять нужна логика. Слишком много надо логики, да? Конечно, в данном случае проще будет использовать какую-нибудь простенькую микросхему программируемой логики. Плиз. Для таких задач я обычно использую Альтера EPM3064. Точнее, это уже Intel, а не Альтера. Эта микросхема уже снята с производства, но её всё ещё легко купить на Алиэкспрессе по цене в полтора бакса. Не знаю даже, каким современным аналогом её можно заменить. Всё новое стоит дороже, а функционал местами даже хуже. Например, у EPM3064 есть толерантность к этим пресловутым 5 вольтам. В общем, к этой Плиз мы подключаем основные контрольные сигналы, старшие адресные линии, шифтеры уровней, сюда же подключаем светодиоды для индикации обращения к каждой шине, ещё надо предусмотреть выводы для прошивки колбой-картеджей и мастер-клок-линию от микроконтроллера. В остальном микроконтроллер через шифтеры уровней подключаем к слоту картеджа. Как я уже сказал, линии данных обеих шин работают в обе стороны. Все остальные же линии передают информацию либо только в картедж, либо только из картеджа. И у остальных шифтеров вывод для определения направления подключен либо напрямую на землю, либо напрямую к питанию. Но при этом надо предусмотреть возможность выключать эти шифтеры, чтобы имитировать нажатие кнопки ресет на консоли. Это будет нужно для переключения между играми на картеджах, где игры переключаются ресетом. И для выхода на банк с меню в многоигровках с меню, в которых зачастую это можно сделать опять же только через ресет. Помимо этого подключу к микроконтроллеру ещё цифровой RGB светодиод. Буду разными цветами сигнализировать о текущей операции. Их можно поставить сразу несколько, соединив цепочку. Но это уже излишне. Об этих светодиодах у меня уже было в видео. Был уже, да? Уже не помню точно, но что-то я о них вроде рассказывал. Схема получается весьма замороченная. И я совру, если скажу, что сделал всё видно с первого раза. Постепенно добавлялись многие мелочи. Например, разъём не только для фамикомовских картеджей, но и картеджей для NES. У них всё то же самое, просто разъём другой. А сколько раз мне приходилось переделывать разъём USB Type-C. То я у него контакты перепутал. То мне в Инстаграме... Кстати, подписывайтесь. И на Твиттер тоже. Так вот, в Инстаграме подписчик по имени Алексей Нинашев по одной только фотографии платы определил, что мне нужно поставить дополнительные резисторы на линии CC, чтобы верно определялось направление данных и питания. Спасибо. На самом деле очень приятно, когда вы мне тоже помогаете учиться. Вообще, многие подписчики во всём этом шарят гораздо лучше меня. Просто они не лезут кривляться перед камерой. А ведь я закупил в своё время сотню разъёмов microUSB, чтобы прям на всю жизнь хватило. А потом появился Type-C. Скажу честно, разводить плату вручную мне было лень. Сам я развёл только питание. В остальном использовал автотрассировку. Она местами выдаёт очень странные результаты, вплоть до того, что дорожки могут ходить кругами. Поэтому потом всё равно стоит всё править и вручную. Да, ревизии было дофига. Всё-таки это самый долгоживущий мой проект. Но давайте я покажу пайку только самого последнего варианта. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И наконец-то программирование. Для разработки под STM32 я сейчас использую кубик. В нём настройка периферии выполняется до неприличия легко. Просто выбираем нужные параметры, а кубик генерирует код инициализации. Например, очень сложная схема настройки тактирования различных модулей микроконтроллера выглядит тут как простая. Выглядит тут как простая визуальная схема. Включаем тактирование от внешнего кварца на 16 МГц и настраиваем множители так, чтобы микроконтроллер работал на частоте в 72 МГц. Но без чтения документации всё равно никуда. Никакой справки о том, за что отвечают те или иные настройки, в кубике нет. В частности, например, в деташите написано, как пользоваться тем же самым контроллером памяти. Впрочем, с ним всё просто. Указываем, что мы используем первые две шины. Шина для процессорной памяти у нас будет как срам память. Адрес имеет длину в 16 бит, данные в 8 бит. Тут важно ещё указать, что мы используем внешний сигнал ожидания. Он работает так. На соответствующую ногу подаётся логическая единица, если память ещё не готова выдать данные. Именно его мы будем использовать для синхронизации с тактовым сигналом М2. Ну а с видеошиной всё совсем просто. Адрес имеет длину 14 бит, никакого внешнего сигнала ожидания не надо. Выставим лишь тайминги, чтобы ограничить скорость примерно до той, с которой к картриджу обращается настоящая консоль. Нужно настроить ещё таймеры. Их я использую аж 5 штук. Один просто для подсчёта времени. Выставляю прискалер так, чтобы при частоте работы микроконтроллера в 72 МГц значение таймера увеличилось каждую микросекунду. Второй таймер с помощью шим будет генерировать тот самый тактовый сигнал М2. Выставляем настройки так, чтобы частота была приметана, как у NTSC консоли. 1,78 МГц. Ну как примерно, получается около 1,40 частоты работы самого микроконтроллера. Указываем, что сигнал надо выводить на первый канал. Третий таймер будет тактоваться от второго таймера. Так можно будет считать количество прошедших М2 циклов. Точнее, тысяч циклов. Настроим прискалер. А вот четвёртый будет работать также от второго, но уже без прискалера. Для очень точного отсчёта циклов. Наконец, пятый таймер будет управлять цифровым светодиодом. Он будет генерировать шим, а через DMA будут передаваться длительности импульсов. Так микроконтроллер будет писать данные в него в фоне, почти не задерживая основную программу. Настроим ещё вывод Master Clock Output. На него можно вывести половину частоты работы самого микроконтроллера. То есть 36 МГц. Эта линия соединена с PLEASE и будет помогать ей отсчитывать время. Всякие GPI и OPEN-ы настраиваем. Их получается не особо-то и много. Управление шифтерами, получение прерывания от картеджа, включение режима прошивки Cowboy картеджей, ну и пара линий для работы с шиной видеочипа. Ну и наконец, надо настроить USB. Скорость будет 12 Мбит. Это максимум без дополнительных компонентов. Работать будет как виртуальный COM-порт. Ой, сейчас мне скажут, что это по-бумерски. Нет, по-бумерски это использовать микросхему FT-232, которую я ставил в старые дамперы. И это, по сути, просто переходник между USB и UART. А UART работает медленно и нестабильно. Новый же дампер будет у нас только видеться как COM-порт. Но при этом будет пропускать через себя все 12 Мбит. И иметь контроль ошибок. При этом такой подход не требует установки никаких драйверов и под Windows, и под Linux. И в клиентском приложении порт можно определять автоматически, по текстовым дескрипторам устройства. То есть для пользователя получается все прозрачно. Возиться с настройками порта не надо. Кроме этого, со стороны устройства так можно отслеживать момент, когда пользователь открыл порт, что очень удобно. Без этого не всегда понятно, где начало передаваемого пакета. Протокол передачи данных я менять не стал. Тем более это сохранит совместимость со старыми дамперами. Он вполне справляется со своей задачей. Данные передаются пакетами. Сначала идет магическое число, потом номер команды, длина, параметры и контрольная сумма. Обращение к внешней памяти у STM32 с точки зрения кода происходит точно так же, как и к внутренней памяти. Для каждой шины выделены соответствующие диапазоны адресов. Я написал Define, который преобразует адреса шин Famicom в адреса внутри адресного пространства микроконтроллера. И работа с памятью контейджей стала совсем прозрачной. Первым делом я проверил работу с шиной видеочипа, так как там нет никаких заморочек. Когда оно заработало, радости моей не было предела. С процессорной же шиной, как я уже говорил, все несколько сложнее. Надо написать прошивку для PLEAS, которая будет синхронизировать сигналы ожидания с тактовой линией M2. Там получается этакий конечный автомат. Когда видим, что микроконтроллер обращается к памяти, начинаем ждать низкого уровня на M2. Выставляем направление передачи данных. Ждем теперь высокого уровня на M2. Выжидаем некоторое время, по окончании которого через линию NWAID сообщаем микроконтроллеру, что операция завершена. При отладке всего этого удобно было использовать линии, зарезервированные для подключения ковбой-картеджей, вешая на них осциллограф. Ну и еще в прошивке PLEAS я сделал управление светодиодами, чтобы они загорались при чтении или записи в соответствующие шины. При этом пришлось сделать таймер с задержкой, а то они гасли слишком быстро. Ну и остальную простенькую логику тоже прикрутил. В результате работать с контеджем из прошивки стало очень удобно. Как будто я обычные переменные читаю и пишу. При этом с подключенной памятью можно работать с функциями, например, memcopy или DMA. В общем-то, весь основной функционал превращается в пересылку байтов туда-сюда. Просто пишем и читаем память по указанным адресам при запросе с компьютера. Гораздо больше изменений претерпела клиентская программа для компьютера. Я ее писал на C-Sharp под .NET с планами на мультиплатформенность. Приложение консольное, и на вход ему передается куча параметров. Самым сложным было сделать систему скриптов. Они обязательно нужны, чтобы описывать алгоритмы дампинга картриджей с различными мапперами. Ну и для всяких других действий с дампером они необходимы. Например, для тестирования памяти или для записи картриджей, которые это поддерживают. Сначала я сделал скрипты на языке Lua, просто потому что нашел подходящую для этого библиотеку. Но потом с удовольствием обнаружил, что .NET позволяет компилировать скрипты на самом C-Sharp. Это получилось гораздо удобнее. Для создания скрипта работы с маппером нужно описать в файле класс, реализующий интерфейс iMapper. У этого класса нужно описать основные свойства, вроде номера маппера и размера памяти по умолчанию, и несколько методов. Основные два метода выполняют дампинг программной памяти и видеопамяти соответственно. Им в параметрах передается объект класса, реализующего интерфейс iFamiComDumper, и списки, которые надо заполнить с дампленными байтами. У этого класса есть методы для работы с дампером, чтение и запись данных в обе шины. Так надо написать код, который пишет в регистры соответствующего маппера и читает данные по соответствующим адресам. Еще можно описать методы, определяющие тип мирреринга и включающие дополнительную оперативку в картридже, для чтения и записи сохранений. В итоге в аргументах командной строки мы указываем имя операции, например, dump, а в параметрах номер, название или файл маппера, после чего подгружается и компилируется соответствующий скрипт. Чтобы не компилировать скрипты каждый раз, собранные бинарники помещаются в кэш. И повторная сборка происходит только тогда, когда дата редактирования скрипта становится позже даты создания файлов в кэше. Еще в параметрах командной строки по желанию можно указать размер основной и видеопамяти, которую надо сдампить, имя выходного файла, нужно ли установить у рома флаг использования сохранений, издавать ли звук по завершению операций и еще куча всего. Помимо дампа есть еще куча команд. Например, чтение и записи сохранений для контейджей, в которых стоит батарейка, сохраняющая прогресс, имитация и нажатие кнопки reset или выполнение кастомного скрипта. Кастомные скрипты тоже пишутся на C-шарпе. В них нужно определить класс только с функцией под названием run. При этом функцию может передаваться не только объект дампера, но и параметры, указанные в командной строке. Например, маппер, объем памяти, имя файла или просто что-то свое. При этом не обязательно определять у функции кучу параметров. После компиляции скрипта через reflection программа определяет, какие у функции есть параметры. И при наличии соответствующих имен подставляет необходимые данные. Еще выдает предупреждение, если параметр у функции есть, а в командной строке его значение не указано. Вроде получилось достаточно красиво и удобно. Еще после того, как люди начали покупать у меня дамперы, и им нужна была помощь в реверс-инжиниринге некоторых неизученных контейджей, а Китай постоянно поставляет что-то новое, мне пришла в голову идея сделать удаленную работу с дампером. Чтобы человек на другом конце света мог запустить у себя сервер, а я у себя на компьютере писал и выполнял скрипты, работающие с его дампером. Сначала я использовал родную для .NET технологию ремоутинг, которая позволяет работать с удаленными объектами, как будто они находятся на локальном компьютере. Весьма удобная штука. Но из .NET 5 ее выпилили. А на него нужно было перейти хотя бы из-за мультиплатформенности без всяких моно. И я перешел на фреймблок GRPC от Google. Это технология для удаленного вызова процедур, при которой на специальном языке описываешь функции, которые надо вызывать удаленно, а специальная программа генерирует код для их вызова на самых разных языках программирования. Так появилась возможность не только работать с дампером удаленно, но и писать для него скрипты на C, Python, Java и еще куча разных языков. Для запуска сервера или подключения к серверу тоже предусмотрены соответствующие параметры командной строки. При этом .NET позволяет собрать клиент и под Windows, и под Linux, и под Mac, при этом под самые разные архитектуры, например ARM. Это позволяет подключить дампер хоть к Raspberry Pi. На GitHub через GitHub Actions я сделал автоматическую сборку релизов для этих платформ. Ну и публикацию промежуточных версий после каждого коммита, для тех, кому не терпится увидеть новые функции. В код при этом подставляется номер коммита и время сборки, чтобы выводить их при запуске. На поддержку кое-каких более сложных операций все-таки пришлось добавить прямо в прошивку дампера. Например, запись контейджей с флэш-памятью. Ну, в первую очередь контейджей моего собственного производства. Просто там очень быстро чередуются операции чтения и записи. Например, мы пишем блок данных, а потом опрашиваем флэш-память на тему того, записались они или нет. Если все это делать по USB, то из-за задержек между запросами и ответами процесс записи будет очень медленным. Так что я добавил команды для выполнения сразу ряда заранее заданных последовательностей обращения к памяти картриджа, чтобы так можно было записать флэш-память, ну или стереть текущий сектор. А в клиент добавил соответствующую команду и функцию, которая по сектору настирает флэш-память и записывает данные из файла. К этой команде добавилась и куча параметров командной строки. Например, можно указать номера биток секторов флэш-памяти. Кстати, на новом дампере теперь картридж на 128 мегабайт записывается уже не 3 часа, а всего 10 минут. В 20 раз быстрее. Эти же команды работают и с дешевыми китайскими Cowboy и MindKids картриджами, в которые китайцы тупо ставят флэш-память. Про эти картриджи у меня тоже было отдельное видео. Только если раньше у таких картриджей обязательно нужно было отпаивать ноги микросхемы, то сейчас многие из них пишутся без каких-либо танцев с бубном. Купил, воткнул, перезаписал. Сейчас у меня таких картриджей скопилась целая пачка разных ревизий. Там и разные версии мапперов, и разная память, где-то есть батарейка, где-то нет. Ну и одни, как я уже сказал, перезаписываются прям так, а другие все-таки требуют пайки. Для последних я предусмотрел два вывода на плате дампера, которые, соответственно, нужно подключить к ногам чтения и записи микросхемы флэш-памяти картриджа. Ну и необходима отдельная команда для перевода дампера в режим записи таких картриджей. Этот режим отличается тем, что при записи картриджа он все равно остается в режиме чтения, чтобы микросхема флэш-памяти оставалась активной. Это реализуется парочкой простых условий в прошивке ПЛИС, а выбор между режимами осуществляется по специальной линии между ПЛИС и микроконтроллером. Но есть более актуальные картриджи, поддержку перезаписи которых стоит добавить. Unrom 512. Это современный маппер, который часто используется разработчиками современных игр. Да, таких достаточно много, если кто не знал. Схема у него достаточно простая, но несколько варьируется от игры к игре. И есть вариант с самоперезаписываемой флэш-памятью. То есть, опять же, когда игра может сама перезаписать содержимое флэш-памяти в картриджи. А соответственно, это позволяет перезаписать такие картриджи в дампере. Я недавно разводил и собирал такие картриджи на заказ. Вот и решил заодно добавить поддержку их записи в свой дампер. Опять же, их можно перезаписывать простым скриптом, но это будет очень медленно. Поэтому я тоже реализовал соответствующие операции на уровне прошивки. Кстати, об обновлениях прошивки. Вскоре стало ясно, что нужно предусмотреть какой-то способ, чтобы пользователи могли сами ее обновить, без программатора. Для таких целей используется bootloader. Напомню, это такая маленькая программа, которая запускается перед основной прошивкой и при необходимости позволяет эту основную прошивку каким-либо образом обновить. У меня есть опыт написания bootloader под микроконтроллеры AVR. Со STM32 же у меня это впервые. Но с ними оказалось отчасти все даже проще. Если у AVR bootloader заливается в специальную область флэш-памяти, а затем запускается в соответствии с фьюзами, то у STM32 для bootloader ничего особенного не предусмотрено. Но код, выполняющийся из любой области флэш-памяти, может перезаписывать любую область флэш-памяти. Так что программисты в этом плане ничего не ограничивают. Итак, что я задумал. Мне очень хотелось, чтобы дампер в режиме обновления виделся как USB-флэшка, на которую можно просто кинуть файл прошивки, без какого-либо дополнительного софта. Благо, что у нашего микроконтроллера целых 512 кБ флэш-памяти. Я поделил её так. 64 кБ под bootloader, 192 кБ под виртуальную флэшку и ещё 192 кБ под основную прошивку. По идее, должно хватить. Итак, создаём отдельную программу под микроконтроллер. И правим скрипт линкера, указывая, что мы можем использовать только 64 кБ флэш-памяти, а остальное место зарезервировано. Аналогично правим скрипт линкера и в основной прошивке, чтобы компилятор знал, что мы её будем запускать не из начала памяти, а со смещением в 256 кБ. Из периферии в bootloader настраиваем USB и указываем, что мы будем работать как USB-накопитель. Кубик автоматически сгенерирует весь необходимый для этого код. Надо только дописать свой код чтения и записи в специально отведённые функции. Там мы описываем, как производится чтение из флэш-памяти и как производится запись. С чтением всё просто. А для записи надо сначала разблокировать флэш-память, потом стереть страницу размером в 2 кБ и только после этого уже записывать. Компилируем, прошиваем, подключаем дампер к USB, и он видится как флэшка. Перед первым использованием её надо отформатировать. Будем использовать файловую систему FAT. И вуаля, у нас USB-флэшка на 192 кБ. Теперь надо сделать, чтобы микроконтроллер имел доступ к файлам на этой флэшке. Для этого подключаем библиотеку FATFS. В сгенерированном коде тоже подставляем код чтения и записи во флэш-память. Важно сделать, чтобы компьютер и микроконтроллер не обращались к файловой системе одновременно. Это может вызвать конфликты. Например, компьютер ещё только записывает файл, а микроконтроллер уже начинает его читать. Я сделал таймер, который обновляется при операциях записи со стороны компьютера. И если компьютер ничего не пишет несколько секунд, а это, скорее всего, завершилась запись файлов, то со стороны микроконтроллера проверяем наличие файла с расширением BIN. Если такой файл есть, отключаем USB-интерфейс, чтобы компьютер больше ничего не мог писать, и записываем содержимое файла во флэш-память по адресу, откуда у нас запускается основная программа. По окончанию процесса удаляем этот файл, чтобы он точно не записался по несколько раз. Ну и сигнализируем о процессе различными цветами светодиода, чтобы пользователь знал, когда запись прошивки завершилась или когда произошла какая-то ошибка. Надо не забыть сделать какое-то условие для перехода в режим обновления. Ведь обычно мы будем использовать основную прошивку, и не надо каждый раз переходить в режим USB-флэшки. Для этого можно сделать специальную кнопку. Но я не стал менять схему. Решил сделать так, чтобы нужно было замкнуть какие-то контакты в разъёме картеджа. Для этого важно выбрать контакт, который не мог бы замкнуть сам картедж при включении. Отлично подходит контакт для генерации прерываний. И рядом как раз контакт с землёй. И находятся они ровно посередине разъёма. Идеально. Замыкаем эти два контакта пинцетом или ножницами, втыкаем дампер в USB, и вуаля, он видится уже как USB-флэшка. На всякий случай сделал, чтобы контакты надо было быстро разомкнуть, после изменения цвета светодиода, чтобы в режим обновления дампера уж точно нельзя было перейти случайно. А что же с прошивкой ПЛИС? За всё время разработки её прошивка ни разу не менялась. Там всё достаточно прямолинейно. Но возможность обновления всё равно надо предусмотреть. Напомню, я подключил дштаг контакта ПЛИС к микроконтроллеру. Осталось научить микроконтроллер прошивать эту ПЛИС. Для этого будем использовать прошивку в формате SVF. Это текстовый файл, который по сути содержит команды для дштаг программатора, чтобы он залил прошивку. Но этот скрипт ещё надо как-то интерпретировать. Благо, что для этого уже есть библиотека SVF.coer. Она не обновлялась лет 10, но при этом всё равно неплохо справляется со своей задачей. Её код достаточно легко переносится на STM32. Нам надо только описать колбек функции, которые будут дёргать нужные ноги микроконтроллера, после чего скармливаем в специальной функции содержимое SVF файла и ПЛИС прошито. Ну как прошито? Процесс занимает секунд 30. Долго, но работает. В итоге этот SVF файл надо кидать на ту же USB флешку, куда мы кидаем основную прошивку. Ещё я сделал, чтобы ботлоудер записывал в определённую часть флеш-памяти номер аппаратной версии, чтобы отображать его в клиенте. И обновление прошивки при этом никак его не затирало. Итак, как в итоге происходит обновление? Замыкаем два контакта в разъёме дампера, втыкаем его в USB, ждём жёлтого цвета светодиода. Размыкаем контакты, дампер определяется компьютером как USB-флешка. Кидаем на неё файл прошивки и ждём несколько секунд. Светодиод загорается белым, значит процесс пошёл. Ждём, светодиод загорелся зелёным, всё, обновление прошивки завершено. Вот такая вот штука получилась. Устройство в первую очередь ориентировано на людей, которые занимаются реверс-инжинирингом кантриджей, и которые при этом понимают, как работает консоль и картриджи. Поэтому я даже корпус для этого дампера не делал. У таких устройств его обычно нет. Но отверстия под винтики на будущее я всё-таки предусмотрел. Но дампер нашёл применение и у более казуальных пользователей. Многие перезаписывают им картриджи. Или просят меня удалённо поковырять какой-нибудь очередной китайский новодел. Но есть у него и ещё кое-какие возможности. Но о них я расскажу уже в следующем видео. А на сегодня у меня всё. С вами был Костер. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова